Компания OnePlus первых дней зарекомендовала себя как убийца айфон. Недавно Apple выкатили свой доступный SE и OnePlus пришлось напрячься. Так, можно сказать, и получился Nord. Но прежде, чем переходить к обзору, хочу поблагодарить интернет-магазин Citrus за предоставленный образец. Ссылка на товар будет в описании под видео. Основная цель данного смартфона – предложить опыт не хуже, чем флагманы. При этом по вменяемой цене и начиная с упаковки и внешнего вида у него это в большей степени получается. OnePlus предлагает отличный комплект. Внутри коробки находится сам Nord, силиконовый чехол довольно качественный, приветственное письмо, милый жест для укрепления комьюнити, инструкции, стикеры, скрепка для сим, блок питания и пламенно-красно-зарядный кабель USB-A на USB-C. И честно, приобрести к комплекту сложно. Единственное, чего не хватает – это наушников, ну или переходника. Но вспоминая стоимость этого мы понимаем, что и так получаем больше, чем нужно или, по крайней мере, больше, чем нам предлагают конкуренты. Порадовал тот факт, что чехол в комплекте просто замечательный. Мало того, что он прикрывает камеру и защищает смартфон со всех сторон, так еще и выглядит отлично. А благодаря матовым граням и заднику комфортно умещается в ладони. Дизайн OnePlus Note противоречит его доступной цене. Вы получаете такую же сборку и материалы, что и в флагманской серии OnePlus 8. Есть металлическая рамка, зажатая стеклом Corning Gorilla Glass спереди и сзади. Его размеры составляют 158,3х73,3х8,2 мм, а весит он всего 184 грамм. Он короче, чем OnePlus 8, но при этом немного шире, толще и тяжелее. А это означает, что OnePlus Note можно использовать одной рукой, если постараться. Клавиша питания блокировки справа удобно ложится под большой пальц и находится чуть ниже фирменного переключателя, который позволяет быстро переместиться между бесшумным, вибро и обычным режимами. Качелька регулировки громкости находится на левой стороне, а на нижней грани лоток для двух сим-карт, микрофон, порт USB Type-C и мультимедийный динамик. Смартфон продается в двух расцветках. В классическом, я бы сказал, очень скучном сером, который в компании называют Onyx Pay, и вот в таком вот ярком и необычном голубом мраморе. Всю переднюю панель занимает экран с минимальными рамками вокруг и двойной фронтальной камерой. А сзади главной особенностью является модуль с четырьмя камерами, которые почему-то расположили не в центре, а слева. OnePlus Note оснащен AMOLED дисплеем на 6,44 дюйма с соотношением сторон 20 к 9, разрешением Full HD Plus и частотой обновлений 90 Гц для плавной прокрутки. Дисплей яркий и четкий, но в отличие от экранов 8 серии, у Nord плоские, а не изогнутые края. Мне понравилась его высокая контрастность, передача черного и сочность цветов. Это делает дисплей намного лучше, чем то, что мы обычно видим в этом сегменте, где компании продвигают все более высокие частоты обновлений, а не основы качества. Говоря о 90 Гц, можно сказать, что это уже неотъемлемая часть опыта взаимодействия пользователей и смартфонов OnePlus. Плавность и отзывчивость – это главные прилагательные характеризующие OxygenOS. Частота обновления 90 Гц также отлично подходит для поддерживаемых игр, делая их более увлекательными и захватывающими. За производительность OnePlus Nord отвечает восьмиядерный Snapdragon 765G. Это ARM чипсет среднего уровня, выполненный по 7-нанометровому техпроцессу. Данный процессор, в отличие от обычного, оптимизирован под игры и поддерживает технологии, которые оптимизируют скорость загрузки игры, плавность геймплея и хорошее соединение. Встроенная графика Adreno 620 также оптимизирована под игры и является более производительной, чем предыдущая версия. Дополняют такую связку 8 или 12 гигабайт оперативной памяти стандарта LPDDR4X и 128 или 256 гигабайт встроенной памяти стандарта UFS 2.1. В Antutu смартфон набирает около 320 тысяч баллов, что является средним показателем в классе OnePlus Nord. Телефон бывает довольно горячим, но не тротит вообще. При сильной нагрузке Nord может нагреваться до 45 градусов, но вряд ли вам удастся его так раскочегарить. В бенчмарке это сейчас вообще не показатель. Благодаря дисплею на 90 герц и жирной оперативке опыт использования данным смартфоном очень приятный, хотя иногда проскакивали при тормаживании. В PUBG, Call of Duty, Asphalt и другие сочные игры можно поиграть с высокими настройками графики при 30 кадрах в секунду. В целом для многих пользователей мощность OnePlus Nord будет избыточна. Компания обещает, что обновы будет прилетать как минимум два года, так что Android 12 Nord точно увидит. Ну и плюс три года обновлений безопасности. Oxygen OS можно смело назвать победителем для интерфейса Android. Ну или одним из. А как думаете вы, пишите в комментариях под видео. В ней как всегда есть множество настроек. Акцентные цвета, жесты, а также использование приложений и сервисов Google вместо своих. OnePlus удалил свое меню Shelf, заменив его на главный экран от Google. Если вы поклонник Shelf, можете добавить ее обратно, смахнув вниз от главного экрана. Классические функции OnePlus все еще здесь. Отличный режим чтения превращает все в оттенки серого, а режим Zen заставит положить вас в смартфон. Главной особенностью OnePlus Nord является его флагманский набор камер. В телефоне их шесть, четыре на задней и две на передней панели. Это больше всего, чем когда-либо было в смартфонах от OnePlus. Основная камера на задней панели действительно позаимствована у флагманского OnePlus 8. Это датчик Sony IMX586, который может снимать 48-мегапиксельные изображения, хотя по умолчанию он установлен в режиме 12-мегапикселей. Главный модуль сопровождается тремя камерами, включая датчик глубины на 5-мегапикселей, макрообъектив на 2-мегапикселя и сверхширокоугольную камеру на 8-мегапикселей с углом обзора 119 градусов. Есть множество режимов съемки, в том числе портрет, ночной пейзаж, супермакро и профессиональный, а также замедленная видеосъемка с скоростью до 240 кадров в секунду и запись 4K видео со скоростью 30 кадров в секунду. Касательно качества фото в дневное время претензий нет, а вот ночью все очень неоднозначно. И получается так, что ночной режим работает как получится. Добавил пару сравнительных фото с iPhone 11 Pro, результат ожидаем. Другой спорный момент это суперстабилизация видео ночью. Картинка ровная, но разобрать что к чему сложно. В общем, как всегда, оценивайте качество видео сами, а кому нужны оригиналы, ищите ссылку в описании. Ну и конечно же тест записи видео на фронтальную камеру смартфона OnePlus Nord. Не самое лучшее освещение, но фронталка снимает хорошо. Также вы можете оценить качество записи микрофонов. Пишите свои ответы в комментариях, понравился ли вам OnePlus Nord или нет. Очень интересно, мы всегда отвечаем. Динамик 1 и играет в среднем. Хотя кто в 2020 году слушает музыку через динамик смартфона? Наушники можно подключить через переходник, которого нет в комплекте. Или как вариант, сразу покупайте Bluetooth или Type-C уши. И так как Snapdragon 765G это игровой процессор, в нем также сделан упор на связь и скорость интернета. Поэтому с ними у нас никаких проблем не возникало. Модем OnePlus Nord дает возможность общаться в сетях 5G, которых у нас конечно же нет. Wi-Fi доступен в диапазонах 2.4 и 5 ГГц. Результат замера скорости вы видите на экране. Также в наличии Bluetooth версии 5.1 с IPTX HD и уже такой привычный модуль NFC для бесконтактных оплат. Двухдиапазонный модуль GPS способен найти вас с точностью до 3 метров. Звонилка стандартная гугловская. Разговорный динамик во время звонков тоже работает как положено. Собеседника слышно хорошо. А вот на качество микрофона поступали жалобы. Складываясь впечатление, что я нахожусь далеко от телефона. Датчик приближения работает адекватно. Подэкранный сканер отпечатков пальцев работает быстро и точно. Размещен он удобно, палец сам ложится на него. Сканер начинает реагировать, как только вы берете смартфон в руки. Также доступна разблокировка по лицу. Хорошо работает днем и уже чуть хуже в темное время суток, когда экран смартфона выступает в роли подсветки. OnePlus Nord оснащен батареей емкостью 4115 мАч. Такой объем обеспечит вам день регулярного использования после полной зарядки. В целом время автономной работы приемлемое, но могло быть и лучше. Смартфон нельзя назвать особо экономичным при малых нагрузках, но при максимальной нагрузке он требует меньше аналогичных моделей у конкурентов. В общем, немного не дооптимизировали, возможно, позже поправят в обновлении, или вы сами поотправляете кучу приложений в сон. Короче, хватает его максимум на день при любых сценариях использования. Зарядить нот с помощью фирменной комплектной зарядки Warp Charge 30T можно от 0 до 70% за 30 минут, а до 100% за час с лишним. Цена OnePlus Nord составляет около 14 тысяч гривен, 37 тысяч рублей или 500 долларов. Что ж, ценник серьезный и спорный. Если раньше за такие деньги OnePlus выпускал альтернативу флагмана, но дешевле, то сейчас же с такой ценой Nord придется хорошенько так побороться за место под солнцем. Более технологические модели, выпущенные ранее по более высокой цене, сейчас заметно подешевели и сравнялись по ценнику с OnePlus Nord. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки и писать комментарии о том, как вам OnePlus Nord. С вами был Артем, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok